Вот и меня заставила нужда обратиться в фирму «Два колеса». После поездки на уик-энде в запасное остался я как раз без запаски. Да и второе колесо сзади на ладан дышит. Поэтому эти самые два колеса мне пришлось. Но не купить в этой замечательной фирме, хотя выбор здесь огромный, а взять и у Алексея, бэуштый. Почему? Ну потому что некоторые нерадивые и, мягко скажем, необязательные однофамильцы любят подарки за чужой счет. Ну а поменять два этих самых колеса здесь одно удовольствие. Другое удовольствие – покупать здесь обувь для автомобиля. Ну, во-первых, есть из чего выбрать – и эконом, класс и премиум. Ну, во-вторых, система «Все включено» оказывается работает не только в Турции или Египте, но и на «Московской 5» фирме «Два колеса». Только дурак не знает поговорку «Готовься они летом, а телегу зимой». Ну, судя по тому, что наше правительство из нашей супербогатой страны так и не удосужилось сделать что-то сверхпопулярное для проживания, то проблема дураков у нас остается. Что делать в этой ситуации, когда доходов не хватает, а жить-то хочется нормально? Надо либо увеличивать доходы эти самые, либо оптимизировать расходы. Увеличивать доходы нам не удается, к сожалению. А вот фирма «Два колеса» позволяет вам оптимизировать расходы. Не забывайте о том, что сегодня, здесь и сейчас, на «Московской 5», допустим, весь ассортимент резины фирмы «Нокия» с шиномонтажом и балансировкой за 1700 рублей на 13. Где вы такие цены видели, я не знаю. Ну, все, что и больше, чуть-чуть подороже. Вот так в относительно небольшую цену колеса уже включен и шиномонтаж, и балансировка. Кстати, может ли стать банальная шина легкового автомобиля модным аксессуаром, при этом не только не потеряв, но и намного улучшив каждое из своих качеств? Да. Когда над ней поработал самый титулованный промышленный дизайнер мира – Джуджара. И шина эта – «Редештайн». Российская шина с голландским именем и голландского же производства. Глобализация. Но совместное российско-голландское и индийское предприятие выпускает не только супершины в «Редештайн» премиум-класса, над которыми, кстати, поработал маэстро Джуджара. В России на заводах «Амтел» выпускаются шины эконом-класса «Амтел». «Амтел Пленет» и «Нордмастер», то есть зимнего и летнего ассортимента. Причем как для малолитражек, так и для спортивных автомобилей. Размерность до 17 дюймов. Ну и кто обвинит меня в том, что я из большинства, тому и отвечу. Да, я из большинства. Из тех 24% россиян, которые выбрали шины «Амтел», я на свою машину, на вторую машину «Мазда» поставил именно эти шины. Кто может обвинить автостоп халявности, я вам скажу, вы попробуйте вот так вот, когда люди везде ходят спереди, сзади, сверху иногда залазят, прописать грамотный стендап. Вот, по-будем. Мы вернемся к тому, что у нас сегодня на дворе. На дворе у нас сегодня лето. Ну, а лето – это очень хорошо. Почему? Ну, потому что это возможность вас устроить как активный, так и пассивный отдых. Возможность сделать грамотные грузоперевозки, потому что осенняя распутация еще не наступила. Ну вот, вернемся к активному отдыху. Активный отдых в Урало-Сибирской зоне. Что это такое? Это возможность на джипе залезть по самое не хочу. И чтобы оттуда вылезти, фирма «Два колеса» приготовила вам вот такую тайскую недорогую резину. с вот такими зубьями, с вот таким названием «Арма». А для ваших китайских же и японских грузовичков, которые помогают вам зарабатывать деньги, здесь есть большое количество грузовой рулящей резины на 16 и толкающей резины. От 12 до тоже 16 размера. Так что зарабатывайте деньги и активно отдыхайте. Давно говорим, что Америка и Россия похожи. Только вот подход к грузоперевозкам у нас был разный. До недавнего времени. Но сейчас все меняется. И эра маломощных чадящих грузовиков и муниципальных предприятий уже уходит. Сейчас все ставят на более мощные зарабатывания денег на более мощных грузовиках. Американских, российских, европейских. И вот для них понадобится, конечно, больше, чем «Два колеса». Гораздо больше. Но где это все взять? Как ни странно, в фирме «Два колеса». То, что есть бескамерные легковые шины, все давно знают. Но чтобы такого же типа шины ставить на грузовик, а как же шиномонтаж? Честно говоря, мы ожидали какого-то особого шаманского ритуала. И плясок с бубнами над станком в процессе монтажа шины. На самом деле, чтобы одеть резину на диск, требуется ровно 5 минут. Ловкость рук и никакого мошенства. Чтобы накачать такое колесо, до 9 атмосфер, кстати, нужно еще столько же. Итого минут 10. На то, что раньше требовало гораздо больших затрат, времени и сил. Ну, программа «Автостоп» не кичит своей независимостью и не ангажирует. Как большие и могучие телевизионные каналы. Программа «Автостоп» делает свои собственные сюжеты. Она не берет полностью передачу образца 2005 года. Я имею в виду историю с НТВ и топ-гир. Программу «Автостоп» также кидают по диагонали. Так и Череповецкий, Северсталь, Магнитогорский и Металлургический комбинат. Ну, историю, знаете, Альфлортом. Пакистанские заводы, якобы купленные. Ну, сегодня речь не об этом шла. И идет. Мы приезжаем сюда для того, чтобы узнавать полезную информацию. Мы сегодня показали вам, что надо готовить, соответственно, сани летом. Большие грузовики можно готовить здесь всегда, чтобы они ездили спокойно и не выставляли вам неприятностей. А в ближайшем будущем сюда, в два колеса, что на Московской 5, привезут элитную резину совместного российско-индийского предприятия. Вы знаете, Амтел уже прет во все. Решили они купить мощного итальянского дизайнера, Джио Джиаро. Простите, я только сегодня услышал эту фамилию. И здесь будет продаваться резина фирмы Редштайн. Она является топовой и бьет все рекорды. О чем это говорит? О высоком уровне двух колес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова